Доброго времени суток дорогие уважаемые телезрители в эфире НВК САХА программа про авто 14 мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы которые касаются безопасности дорожного движения в студии работает Руслан Ачиров в течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации и так в сегодняшнем выпуске статистика происшествий что случилось на дорогах республики за последнюю неделю перевозка групп детей автобусами правила дорожного движения для тех кто управляет самокатами гироскутерами и роликами дорожная ситуация на юге республики повторение мать учения правила дорожного движения в нашей студии проверит главный врач офтальмологической больницы Иван Луцкан но в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона на автомобильных дорогах республики с 16 по 22 мая текущего года зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие где 13 человек были травмированы в том числе несовершеннолетние так 20 мая водитель управляя автомобилем тойота премию следуя внутри дворовой территории заметил едущего на встречу на самокате ребенка и принял меры по остановке своего транспортного средства однако 11-летняя школьница не успев остановить самокат совершила столкновение с остановившимся транспортным средством также 20 мая при въезде в поселок кангаласы водитель совершил столкновение с незарегистрированным мотоциклом китайского производства который следовал во встречном направлении с выключенными фарами в результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний мотоциклист получил закрытый перелом и был госпитализирован 20 мая вообще оказалось роковым по количеству дтп так в этот день в селе росолота мегина кангаласского улуса девушка водитель управляя мини трактором спускаясь с горки по проселочной дороге случайно переключила передачу на нейтральное положение в результате чего не справившись с управлением допустила опрокидывание вместе с незадачливой трактористкой находилась пассажирка которая расположилась на крыле трактора в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали обе 23 мая около восьми часов утра дежурную часть гибдд поступило телефонное сообщение о наезде на пешехода на улице красильникова на место происшествия немедленно был направлен автопатруль дпс в ходе проверки предварительно установлено что 23 мая в 7 часов 38 минут на улице красильникова 71-летний водитель управляя автомобиль автомобилем toyota town ice двигаясь по улице красильникова со стороны улица автодорожная в направлении сергелярского шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустив пешехода женщину совершил на нее наезд в результате происшествия 74-летняя женщина от полученных травм погибла в автомобиле скорой медицинской помощи по проведенному медицинскому освидетельствию водитель в момент дтп был трезвым на все материалы по факту происшествия переданы следственные органы и сейчас у нас будет небольшой комментарий от представителей гибдд для предотвращения такого рода дорожно транспортных происшествий для водителей но и в принципе для пешеходов следует соблюдать простые правила дорожного движения то есть касается именно если водители то можно сказать что одно водитель должен всегда двигаться с такой скоростью чтобы можно было избежать и также среагировать в случае возникновения опасности то есть остановить транспортное средство так как на проезжей части но и в принципе не только проезд на проезжей части но и в дворовых территориях могут оказаться выберем резко могут выбежать дети и опять же произойти дорожно транспортное происшествие мы пешеходам опять же следует соблюдать строго правила дорожного движения даже на пешеходном переходе если он даже со светофором в любом случае нужно убедиться в безопасности своего перехода и после этого только переходить проезжую часть по пешеходному переходу ну и в целом у нас с начала года на территории республики саха якутия было зарегистрировано 226 дорожно-транспортных происшествий где у нас к сожалению погибли 34 человека и 286 человек получили различные травмы также надо отметить что в летний период число дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники существенно возрастает основные причины таких дтп это слабая водительская дисциплина управление мототехникой в нетрезвом виде с превышением скоростного режима без средств защиты без мотошлема также лицами не имеющими права на управление техникой а как обстоят дела на дорогах неренгринского района я передаю слово своим коллегам из города неренгрии порядок и безопасность на дорогах главная задача сотрудников отдела также как и обеспечение соблюдения правил дорожного движения как водителями так и пешеходами на первом плане я бы все-таки оставил это дорожно-патрульную службу которая все-таки находится у нас на переднем плане и которая выполняет ту функцию по обеспечению безопасности дорожного движения в плане предотвращения дорожно-транспортных происшествий это соответственно сохранение жизни имущества наших граждан вот все зависит от правильности и умения инспектора построить правовой диалог с участником дорожного движения вот расположить его к себе тем самым он создает скажем так положительный образ сотрудника полиции дорожно-патрульная служба не единственное направление в деятельности отделом сотрудники госавтоинспекции также осуществляют дорожный надзор а именно принимают участие в надзоре за состоянием уличной дорожной сети а это федеральная межселенная городские и поселковые дороги в ходе мониторинга за уличной дорожной сети города нирюнгре выявляются нарушения нормативных стандартов российской федерации после чего выдается предписание в адрес собственников дорог и составляются административные протоколы за нарушение нормативных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения так на сегодняшний день уже выявлено 15 нарушений они касаются выставления дорожных знаков горизонтальной разметки работы светофорных объектов дорожного полотна еще одно из важнейших подразделений госавтоинспекции отдел пропаганды безопасности движения приоритетными направлениями деятельности являются комплекс на решение проблем профилактики детского травматизма и снижение уровня и тяжести дорожно-транспортных происшествий ежедневно принимается участие в родительских собраниях проведение лекций бесед классных часов с учениками школ проведение различных мероприятий в форме игры с воспитанниками детских образовательных учреждений также проводятся беседы лекции с водителями автотранспортных предприятий где рассказываю о правилах соблюдения дорожного движения информирую население об изменениях в законодательстве в области безопасности дорожного движения и также привожу примеры на которых скажем учимся делать ну как не делать своих ошибок государственная инспекция безопасности дорожного движения играет важную роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий и обеспечения порядка на дорогах инспекторы неренгринского отдела эффективно решают поставленные задачи по защите интересов граждан и государства что требует высокого профессионализма выдержки и мужества ирина жданова захар головин неренгрин начало лета и конец учебного года предполагает выезды детей в походы и конечно же на выпускные балы которые нередко проходят также за пределами города но я думаю что не стоит говорить что для детей каждая такая поездка является настоящим праздником но в подобные путешествия необходимо отправляться на специально подготовленном автобусе который оснащен дополнительными средствами пассивной и активной безопасности далее тему продолжит алексей кривошеев начальник отделения технического надзора отдела регистрационной и экзаменационной работы управления гибдд мвд по республике саха якутия подполковник полиции алексей евгеньевич здравствуйте добрый день а каких дополнительных средствах пассивной и активной безопасности идет речь но если мы говорим о специализированном автобусе это школьный автобус который мы привыкли видеть это желтый автобус как обычно на нем уже сразу он привлекает внимание на нем есть соответствующие надписи дети соответствующими знаками обозначен перевозка детей маячком желтого или оранжевого цвета который во время перевозки детей должен конечно же работать привлекать внимание других участников дорожного движения ну дополнительно такие автобусы еще оснащены устройством ограничения скорости потому что скорость такого автобуса не должна достигать более 60 км в час. Как мы знаем по правилам дорожного движения, остальные водители могут ездить более, например, вне населенного пункта 90 км в час и так далее, в зависимости от дороги и дорожных знаков. Еще, конечно же, автобусы должны быть оснащены ремнями безопасности. Это основное требование, которое как раз-таки сохранилось и полностью, скажем так, в постановлении правительства Российской Федерации оборганизованы правила перевозки групп детей, конкретно там прописали автобус, должен быть оборудован ремнями безопасности. Помимо всего этого, общие требования – это тахограф, контролирует режим труда и отдыха водителя. И, соответственно, устройство подачи сигналов, СГУ так называемое, оно тоже оснащено, специальный автобус, который может предупредить детей или дать им команду, когда они на отдыхе где-то на полянке или на остановке отдыхают. Но такие устройства оснащены специальной автобусой. Скажите, а сколько взрослых должно сопровождать детей при такой поездке? В соответствии с правилами, о которых я сказал выше, не менее одного человека у каждой двери входной должно находиться. То есть, если две двери у автобуса, соответственно, два сопровождающих должно быть. Ну вот, новое постановление правительства, которое вступило в силу с 1 января прошлого года, оно коснулось также и стажа работы водителя автобуса. Можете поподробнее об этом рассказать? Стаж работы водителя должен быть не менее двух лет. И один из этих годов должен быть именно в категории D, чтобы он управлял именно автобусом. Такие требования к водителю автобуса. Ну, также я добавлю, что непременно проверяется водитель на предмет привлечения к административной ответственности в течение года, который за грубые нарушения предусмотрено лишение права на управление. Если выявлен такой факт, конечно же, водитель не будет допущен к такой перевозке. Ну и как подать уведомление в ГАИ о перевозке детей в автобусе? Я напомню, что уведомление об организованной перевозке групп детей подается, если в межрайонной перевозке, не менее чем за 48 часов, то есть двое суток. Если это пригород или городское сообщение, не менее чем за сутки. Для этого есть специализированный сайт на платформе ГОБДД МВД России, ГИБДД 14, это наш регион, ГИБДД МВД России набираете, потом сервис найти, подать уведомление и, соответственно, выйдут соответствующие поля, которые надо будет заполнить. Место, начало перевозки, дата начала перевозки, водитель, автобус. Все это мы должны проверить, наш сотрудник проверяет и прямо в режиме онлайн, если вы указали номер электронной почты, вам приходит результат рассмотрения этого обращения. То есть одобрено, запрещено или необходимо связаться с подразделением госавтоинспекции по месту начала перевозки. Поэтому еще один момент такой, если у нас три автобуса и более планируется выезд, то предполагается сопровождение, необходимо сопровождение патрульными автомобилями госавтоинспекции. То, соответственно, заявка подается не менее чем за 10 суток, потому что там необходимо собрать более полный пакет документов, рассмотреть, нам необходимо обследовать маршрут, по которому поедет патрульная автомашина и детей будет сопровождать. Поэтому я попрошу, уважаемые участники, которые планируют организованную перевозку групп детей автобусом, прежде всего изучите требования постановления правительства 15-27. Там все четко прописано, начиная от начала и до конца. Алексей Евгеньевич, а скажите, какая ответственность грозит людям при нарушении данных правил? Да, действительно предусмотрена административная ответственность. Это на водителя штраф в размере 3 тысяч, на должностное лицо, если это, например, учитель или тренер, штраф 25 тысяч рублей. Если у нас юридическое лицо мы рассматриваем в качестве субъекта административного правилучения, штраф 100 тысяч рублей. Это, как правило, руководство школы или руководство спортивной организации, которая осуществляла перевозку. Ну и напомню, что есть еще уголовная ответственность. У нас предусмотрены статьи такие, как 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. И 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации – это халатность. Ну это, конечно же, если наступят последствия, не дай бог, конечно, никому не пожелаем такого. Ну, Алексей Евгеньевич, спасибо вам большое за очень развернутую информацию. Друзья, я сейчас обращаюсь, конечно же, к родителям школьников, которые на выпускные балы могут перевозить детей в автобусах. Я думаю, что эта информация вам была полезна. Поэтому уведомляйте ГАИ и, конечно же, используйте только безопасные автобусы. А сейчас уступим место рубрики «Полезная за минуту». И сегодня мы поговорим о так называемых средствах индивидуальной мобильности. Что это означает? Это электрические сегвеи, скейтборды, гироскутеры, моноколеса и так далее. Еще не так давно это были игрушки, на которых катались во дворах или в парках. Но в последнее время ситуация кардинально изменилась. И данные средства индивидуальной мобильности уже можно увидеть непосредственно на пешеходных пространствах и на дорогах. Согласно законодательству Российской Федерации, средства индивидуальной мобильности, так называемые, электросамокаты, электроскутеры и так далее, приравнены у нас в данное время к пешеходам. Поэтому они, опять же, должны соблюдать правила дорожного движения и также не выезжать на проезжую часть. Самое главное, во время поездки на электросамокатах, электроскутерах и средствах индивидуальной мобильности, в общем, водители должны управлять данным видом транспорта со средствами защиты. То есть это, как минимум, опять же, нужно одевать шлем и также пассивные средства безопасности. Это у нас налокотники, наколенники и также перчатки. Но сейчас с удовольствием хочу приступить к постоянной и многими любимой рубрике, в которой известные люди проверяют свои знания правил дорожного движения. И по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Участником рубрики сегодня будет Иван Луцком, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Иван, добрый. Привет, Руслан. Спасибо за известного человека. Очень известный человек, конечно. Но, Иван, скажи вначале, какой у тебя стаж вождения? С того момента, как я права получил или как начал учиться? Это разные... Ну да, ты же сначала начинаешь учиться, там теория, практика, а потом уже 1 октября 2004 года. Ну вот, получается, 18 лет в этом году будет. Ну что, готов ответить на вопросы? Волнение есть? Ну, конечно, позориться на всю республику как-то не очень хочется. Ну давайте начнем позориться. Итак, первый вопрос. Внимание на экран. Вопрос следующий. Главная дорога показана. Варианты ответов. Первое, только на левом верхнем рисунке. Второе, только на правом верхнем рисунке. Третье, на обоих верхних рисунках. Третье, четвертое, на всех рисунках. Ну вот, давайте разбирать, да? Методом исключения. Автомагистраль, знак, она всегда главная. Тут как бы в любом случае один верхний точно. Следующий, там перекресток главной дороги со второстепенной. Соответственно, это тоже главная дорога. Ну а на третьем рисунке это знак одностороннего движения. Но это не значит, что она главная. Ну поэтому методом вот такого исключения ответим три. Вариант три на обоих верхних рисунках. Хорошо, второй вопрос. Остановка в зоне действия этого знака разрешена. Варианты ответов. Первое, только такси с включенным таксометром. Второе, только автомобилям, на которых установлен опознавательный знак инвалид. Третье, всем перечисленным транспортным средством. Остановка в зоне действия которого знака разрешена. Да, получается, да, только автомобилям, где знак инвалид, там можно остановиться. Другим всем нельзя. Итак, вариант ответа два. Второй вариант выбрали. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков используются для обозначения кемпинга? Варианты ответов. Первое, B и V. Второе, только V. Третье, только B. Четвертое, только A. Ну, кемпинг это там, где можно жить, там домики стоят, что-то еще такое, правильно? Возможно, даже можно палатку поставить. Ну, да, где можно палатки ставить. Ну, наверное, тогда, ну, B, три. Вариант три, только B. Так, принято. Следующий вопрос. Если реверсивные светофоры выключились, вам следует. Варианты ответов. Первое, продолжить движение по полосе только до перекрестка. Второе, при отсутствии встречных транспортных средств продолжить движение по полосе. Третье, немедленно перестроиться вправо на соседнюю полосу. Немедленно перестроиться вправо на соседнюю полосу. Вот этот вариант, ну, я бы сделал бы так. Перестроился бы, да, на соседнюю полосу. Так было безопаснее, так вариант номер три. Правильного ответа, честно, я тут сомневаюсь, поэтому тройка пусть будет. Выбрали номер 3. Хорошо, следующий вопрос. Можно ли водителю легкового автомобиля в данной ситуации начать движение от тротуара? Вариант ответов. Первый – нельзя. Второй – можно. Третье – можно, если при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю. Значит, он показывает, что он отъезжает. Поэтому, в принципе, он же может и прямо поехать, а не обязательно перестраиваться на полосу, где двигается грузовик. Поэтому он и так, и так может поступить, но поэтому он смело может это сделать, но при этом не создавать помехи грузовику. Вариант номер 3. Тем более, что для него будет помеха же справа. Да, поэтому номер 3, да. Номер 3. Следующий вопрос. Водитель случайно проехал нужный въезд во двор. Разрешается ли ему в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем повернуть направо? Вариант ответов. Первое – разрешается. Второе – разрешается, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств. Третье – запрещается. Ну, скорее всего, тоже два. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств. Вариант номер 2. Хорошо, следующий вопрос. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки? Варианты ответов. Первые – автомобили А и Б. Второе – только автомобили А. Третье – автомобили А и В. Четвертое – всех автомобилей. С учетом того, что знака нет, что это односторонняя дорога, но будем предполагать, что А и В. Да, 3 тогда. Вариант 3. Ну да, пусть. Принято. Как вам следует поступить при движении в прямом направлении? Первый вариант – проехать перекресток первым. Второе – уступить дорогу трамваю. Третье – дождаться другого сигнала регулировщика. Вот специально, да, трамвай, да, чтобы совсем… Еще и регулировщик. Еще нет, регулировщик, кстати, меня не так смущает. Я указатели регулировщика прекрасно знаю. И на перекрестках не туплю. Но вот трамвай, он меня сразу смущает. Уступить в дорогу трамвая. Там всегда трамваи, подвохи с этими трамваями. Дождаться другого, проехать перекресток, уступить в дорогу. Ну пусть будет, что я должен проехать перекресток первым. Один. Итак, вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. При движении по двухполосной дороге за грузовым автомобилем у вас появилась возможность совершить обгон. Ваши действия. Вариант ответов. Максимально приблизитесь к обгоняемому автомобилю, затем перестроитесь на полосу встречного движения и завершите маневр. Второе. Перестроитесь на полосу встречного движения, после чего произведете сближение с обгоняемым транспортным средством и завершите маневр. Третье. Допустимы оба варианта действий. Не, ну тут, если я близко-то приближусь, я вообще ничего не увижу, что впереди. Это же логично, что это опасно. И вдруг неожиданно такой раз и вынырнул из-за грузовика. Это неправильно. Поэтому тут вариант один-два. Вариант номер? Перестроюсь. Вот, ну и это, я близко не буду к нему приезжать. Я же ничего не увижу. И последний вопрос. Это хороший вопрос, это хороший вопрос. Я уже вижу правильный ответ. Последний вопрос. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? Первое. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание. В начале 15 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом рот к рту. Второе. Искусственное дыхание и давление руками на грудину пострадавшего. В начале 1 вдох методом рот к рту, затем 15 надавливаний на грудину. Третий вариант. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание. Вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом рот-корту. Вариант ответа? Три. Очень хорошее. Как запомнить правильный ответ? Это 30 к 2. 30 к 2. 30 к 2. Да. Ну вот это вот. Если запомните, то... Вот ты совсем на этом ошибся, да? Я представляю, что это единственный правильный ответ. Так, ну что, я думаю, сейчас все замерли у экранов, так же, как и Иван. Он волнуется, он сейчас узнает, какие ответы были правильные, какие нет. В этом нам поможет, разберет все ответы Ивана Луцкана, преподаватель автошколы «Фаворит» Егор Никифоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Ивана. На первый вопрос Иван ответил верно. Отлично. Главная дорога показана на обоих верхних рисунках. Третий ответ. На этот вопрос Иван тоже ответил правильно. Здесь разрешается остановка только транспортным системам, у которых есть опознавательный знак «Инвалид». Кемпинг. Это ответ третий. Б. Правильный ответ. А, третий, все понятно, да. Если реверсивные светофоры выкрутились, конечно, надо сразу перестроиться. Неизвестно, чья это полоса. Вот, значит, правильная логика. Правильно. Легковой автомобиль начинает движение. При начале движения надо всем вступать в дорогу. И вот у нас две полосы есть, поэтому может он начать движение, не создавая помех движения в вашем грузовом автомобиле. Правильный ответ. Иван правильно ответил. На этом вопросе ошиблись. На места остановок маршрутных тест движение задним ходом полностью запрещено. Вот. Третий ответ. На этот вопрос Иван правильно ответил. Перед пешеходными переходами останавливаться нельзя. В, как и Иван сказал, на встречной полосе стоит тоже перед пешеходным переходом стоит. В этом случае трамвай запрещено двигаться. Направо ему нельзя. Нам разрушено, поэтому надо проехать первым. Правильно ответили. На этот вопрос Иван правильно ответил. Надо сначала перестроиться, не меняя скорости, посмотреть, что никого нету. Только потом изближаться. Ну, это логично было, да. Тады. Так, и на этот вопрос Иван лучше меня, наверное, ответ знает. Третий ответ, верный ответ. 30 надавливаний, 2 вдоха методом рот ко рту. Нормально. Итого Иван ответил на из 10 вопросов правильно на 9 вопросов. Очень хороший результат. Отлично. Значит, можно идти пересдавать еще раз. Сдам на другую категорию. Я хочу поблагодарить автора этой программы за приглашение. Очень интересное действие, когда ты, не зная вопросов, пытаешься вспомнить все правила дорожного движения в течение определенного времени и постараться ответить правильно. Ну, в целом, я доволен результатом из 10-9 правильных ответов. Это неплохо. Но вот все-таки пробел есть один, который необходимо восполнить. Что я и вам советую. Регулярно, время от времени, открывать правила дорожного движения. Порой не надеяться только на свою интуицию. И тогда и в наших городах, и в селах республики будет меньше аварий. Ну, а самое главное правило, это надо уважать друг друга, когда ты двигаешься на автомобиле и относиться ко всем с пониманием. Потому что есть водители опытные, есть только начинающие. Поэтому ситуации возникают разные. Поэтому относитесь с терпением. Желаю всем удачи. Счастливого пути. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие уважаемые телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова